Золотая шайба Действительно была народным турниром. Только на городском этапе играли 900 команд. В финале Новосибирский сигнал одержал победу над хоккеистами из города Гусь-Хрустальний. Решающая и единственная шайба была забита за две минуты до финальной сирены. Финал был очень тяжелый, потому что противниками были такие же пацаны, как и мы, такие же дворовые. Игра была очень тяжелая. Гол я забил совершенно случайно, абсолютно случайно. Где-то перед воротами была какая-то свалка, я открываю глаза, вот она шайба, вот они ворота, я тыкаю ее клюшкой, она закатывается в ворота. Это не то, что я там всех обвел, как Харламов, и там вот как-то красиво забил. Играли в коробки во дворе. Ворота приходилось иногда мастерить самим из-под ручных средств. Вспоминают, тренер проверял и успеваемость в школе. Двойка в дневнике была весомым поводом не пустить на тренировку. А о профессиональной экипировке никто даже не думал. Играли у нас были простые трико, эти синие майки, написано сигнал. Кто в шапке зимний, кто в шапке какой-то. Ну вот, мы были все фанаты и любители хоккея. Играли мы, конечно, не так, как сейчас экипированные ребятишки. Я вот смотрел, буквально финал прошел, только что показывали по телевидению. Полностью в форме, одеты, все, красавцы. Мы играли так, чуть-чуть прикрытые, без шлемов, но бились до последнего. Поэтому был азарт, был спорт настоящий. Поэтому независимо от того, как ты экипировал, главное, чтобы душа была спортивная. Вместе с ветеранами хоккея команда «Сибирь-99». Они также первые в истории. Меньше двух недель назад выиграли юниорскую хоккейную лигу и стали чемпионами страны в своем возрасте. Ветераны рассказывают, что у них раньше на игры пускали только если где-то двое. Вы еще учитесь? Вас двойками на тренировки пускают? У нас были такие случаи. В классе в шестом-седьмом мы играли. На штрениях Кривомазов Юрий Дмитриевич за двойки тоже у нас не пускали никуда. А сейчас нормально. Все учатся? Все учатся, да. Все взрослые, все сами понимают, что учиться им нужно самим. Отличный повод у них был. И я думаю, через 50 лет будет классно повторить то же самое. Кристина Лата, Михаил Дорошенко, Дмитрий Злобин. Новости ОТС.